Слава Богу, дорогая церковь, что я могу быть на этом месте. И хотела бы с вами поделиться о том, какую Бог милость явил в нашей жизни. Два с половиной года назад Бог подарил нам четвертого ребеночка. Всю беременность я ходила хорошо, все было хорошо. Врач был очень доволен, говорил, что все хорошо, все анализы хорошие. Но знаете, когда я его родила, его сразу забрали в реанимацию. Мне его сразу не отдали. И когда я пришла узнать, что случилось, мне сказали, что он плохо дышит, что у него в сердце шумы, что он очень слабенький. И когда он плачет, он даже кушать сам не мог. Он когда плачет, у него вокруг носика ротико синеет все. Врачи пытались найти причину. И на третьи сутки сделали УЗИ и обнаружили порог сердца. У него было, может, пять или шесть дырочек в сердце. И когда врач мне об этом говорила, она говорила, что ничего страшного, с этим детки живут. То есть все нормально, как будет уже. Я очень переживала, я стала плакать, молиться, чтобы Бог помог пройти. Сказала на следующий день другая врач, что не переживайте. Возможно, из-за того, что ребеночек будет расти, сердце будет увеличиваться в размерах, и, возможно, эти дырочки все затянутся. Ну, естественно, как и любая мама, я очень переживала. Мы всей семьей молились. И церковь молилась, я знаю многие, чтобы Бог помог пройти. Десять суток лежали в реанимации, потом еще перевели нас в детскую больницу, там мы пролежали еще 18 суток. За это время все ему укололи 40 уколов антибиотиков. И он был слабенький, мне его только в больнице со временем разрешили кормить, потому что он сам не мог кушать из-за того, что синел весь. Вот я очень переживала и молилась, чтобы Бог исцелил. Помимо этого, конечно, у нас еще добавился букет всего. У нас был плохой УЗИ головного мозга, у нас был тонус в ножках. И со временем этот тонус, ну, уже когда мы были дома, из-за этого тонуса он не держал спинку ровно, он выгибался дугой в обратную сторону. Вот мы делали массажи. И, знаете, когда вот на 28-е сутки мы все-таки уже ехали домой под расписку, я открыла его выписку, которую нам дали в больнице. И, знаете, там, где диагноз, там просто места в строчках не хватало, там было столько всего написано, когда я читала, я просто как-то не могла поверить, что это вот про моего ребенка. И так было как-то, ну, в сердце как-то был мир. Я знала, что Бог нас не оставит, и Он поможет, и что Он исцелит. Но, знаете, все равно были такие переживания, особенно когда лежишь в больнице и слышишь много таких историй, как рассказывают у кого-то детки, ну, инвалиды, у кого-то там не поправились, у кого-то там одна болезнь привела к другой, были осложнения. Ну, знаете, когда это все таким накатывается комом, как-то, ну, в сердце так переживаешь сильно. Нас поставили на учет, мы каждый месяц ходили к кардиологу проверяться. Вот, ну, знаете, я видела Божью руку. Наш ребеночек креп с каждым месяцем. Он, ну, по нему нельзя было сказать, что он болеет. Он очень начал рано ползать. Он еще не было годика начал ходить. Слава Богу, я видела, что Бог, ну, не оставляет. Он был такой крепкий, сильный. Я бы по нему никогда, вот открывая его карточку, никогда не скажу, что это мой ребенок, потому что он был очень активный. Вот, и на 9 месяцев, когда ему было, мы сделали контрольное УЗИ. И вы знаете, Бог исцелил нас в 9 месяцев. То есть еще не было года, а Бог уже полностью его восстановил. Даже врач, даже врач, который смотрел УЗИ, он смотрел и говорил, очень интересно, у вас как-то дырочки, которые должны были затянуться в последнюю очередь. Они как-то очень быстро у вас закрылись в первую очередь. Вот, у нас осталась небольшая овальная кошка, которая, ну, он сказал, не переживайте, это со временем все пройдет. Знаете, я просто выходила из кабинета, и так было Богу благодарна, что Бог просто не оставил, что он помог. И сейчас, глядя на своего ребенка, я просто не могу поверить, что когда-то вот в больнице я так за него переживала. Он очень рано начал говорить. Сейчас ему 2,5 года. У нас в возрасте он очень хорошо разговаривает. Он очень активный, он никогда не сидит на месте. Он такой любознательный, он очень умный. И знаете, это все, все, все благодаря Господу. Я просто это понимаю, что все вот эти милости, которые Бог дает, это все, это все милости. Очень часто мы привыкаем, вы знаете, как дети верующих родителей, мы привыкли, что у нас так в жизни, ну, как-то в основном все хорошо. И мы к этому так привыкаем, и вот то, что у нас все хорошо, мы как-то воспринимаем, как будто, ну, вот так вот должно быть. Это как данность мы воспринимаем. Но знаете, вот я в первую очередь себе говорю, нужно научиться принимать любую милость, как милость от Господа. Не просто так, что это должно быть, а то, что это Бог дал. Это все милости, это Бог дал. И вот, возможно, если бы не Бог, ну, я бы, наверное, эту историю вам не рассказывала, вот с таким хорошим концом. Вот. И очень часто, как бы, мы слышим свидетельства с этого места, как Бог где-то поднимает с греха, как Бог исцеляет от болезни. И мы думаем, вот это вот свидетельство. А часто в жизни нашей, ну, вроде бы, как бы нам и сказать нечего, вроде бы все хорошо, ну, вроде бы, как бы Бог хранит. Ну, мы как бы не понимаем, что вот то, что у нас все хорошо, это и есть самая большая милость. То, что у нас в жизни, как бы все происходит так вот, как должно быть, хорошо, без всяких болезней, без всяких проблем, без аварий. Это все милость. И мы вот должны научиться в своей жизни, я так для себя взяла, любую вот мелочь, то, что у нас в жизни хорошо, то, что мы с детства где-то верующие, большинство из нас, что мы это воспринимаем как должное. Но вот, чтобы мы были без Бога, вот этой милости, вот то, в жизни в нашей не было бы все так хорошо, если бы не Бог. И вот это все, все-все, что у нас происходит хорошее в жизни, здоровые детки, хороший муж, где-то здоровье, Бог дает жильем, решает вопросы. И мы это все должны воспринимать, ну, как милости. И быть за это Богу очень-очень благодарны. Поэтому сегодня я хотела бы перед всей церковью сказать, что я очень благодарна Богу за то, что когда-то Он помог, провел, дальше хранит, что у меня замечательный муж, у меня здоровые детки. Бог дает все необходимое. И вот это, вот это, это самая большая милость, это самое большое счастье, которое только Бог может дать в жизни. Поэтому научитесь ценить то, что у вас есть в жизни, и воспринимать это просто вот, ну, как милость, как милость от Бога. Слава Ему за все. Аминь.